Я тебе сейчас даю Сташу Дёмина, который привел замечательного барабанчика. Тут одна есть небольшая накладочка. Я плохо знал. Я думал, вы показали вот эти две сумки. Так я и говорю, придется это все как плотник. Вот эту баррикаду. Я думал, что ребята шутят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы нам понять, что такое метроритм, покажи, пожалуйста, простой ритм. Покажи, пожалуйста, метроритм. Простой ритм. Есть сложный ритм, есть простой. Простой ритм, ну, я вам сыграю простой ритм. Ну, модный как бы. Это как бы такой модный рисунок. А нечетный размер, это на 7, например, 8. С тех, возьмем. Раз, два, раз, два, раз, два. Такие вас еще видны, да. Дело в том, что я, будучи в Ашхабаде, летом, специально как бы заказал инструменты. Мне хотелось бы придумать свои инструменты для своего барабанного шоу, которое я готовлю. Вот это как бы дыня. Можно на ней играть, вот я играю кольцами. Вот специально у меня здесь кольца. Я могу потом продемонстрировать. Это все технику игры. И помимо всего, это как бы идет шекер. А вообще, это дыня? Это как бы не. Это сделано из тутового дерева. Тутовое дерево, специально его вот закапывают в песок. Держат где-то полгода. Все это оттуда как бы... Чтобы эта штука высохла. Чтобы это высохла, да, она дает. Потому что дутары трукменские именно делают именно из тутового дерева. Это самый такой живой звук дает. Это первый инструмент. Ну, я еще вот арбуз тоже из тутового дерева. Тоже как бы шекер. А как делают подобие арбуза? Выдалбливают оттуда? Выдалбливают. Да, все это. Это ручная работа. Это ручная работа. Вот. Потом, как бы вот два инструмента. Это называется... Есть наскада, есть сукада. Сукада. Это как бы в поле растут сушеные тыквы. Да. Они 3-4 месяца под солнцем рассыхают. Все, я даже ничего. Там внутри есть негодные семена. Все, отдал художнице. Потом разрисовали это, как бы, орнамент трукменского ковра. Да, да. Вот и все, и тоже музыкально все лежат. Значит, эта штука вот так и росла, и она высохла. Так тогда, значит, ты никогда не знаешь, какой звук у тебя получится, когда она высохнет. Поэтому ты отбираешь только те звуки, что тебе самому нравится. Да, да, да. Я вообще лечу, как бы, свои перкаши заказать. Я и барабаны заказал сейчас в Иране. Заказал болванки. Вот я один барабан могу тебе... В Иране? В Иране, да. Потому что в Трукмении не было болванов для барабанов. Вот такая установка такая будет вся прозрачная. Так. Мне 12 барабанов уже привезли. Я только два барабанчика привез. Я что еще могу показать? Я много то, что такое изобрел. Есть то, что я уже, как бы, заритовал. Да, уже. А есть вот простой инструмент кавказский, на горах. Обратил внимание? Кастаньеты. Кастаньеты. У меня такая идея родилась. Какой-то кенталер, симбиоза двух существ. Да, и у меня он звал... И что получается? Обратите внимание, что получается. Прекрасно. Я его называл Нагаракаса. Это у тебя опять колено зазвучит. Да, колено. И не только колено. А давай посмотрим... Смотрите-ка, какая вещь. Вот ты говорил сейчас про барабанное шоу. Да уж не твой ли этот волшебный халат, как ты говоришь, часть твоего барабанного шоу? Совершенно правильно. Совершенно правильно. Ну-ну-ну, как это все выглядит? Ой, это вообще-то у меня такая будет. Я буду показывать всю эволюцию барабанов. От и до. За все сто лет. Потому что начинать я буду играть в волшебных... Это как бы восточный базар. Первый у меня сцена будет. Это все вот эти инструменты будут. Национальные. Все барабаны национальные будут, Дим. После этого вторая часть идут. Все прозрачные установки. 70-80-е годы, когда диск был в моде. Вся ударная установка, все у меня будет прозрачная. Я специально заказал ударную установку. Это где-то около 30 барабанов будет. Все прозрачное. После этого идет третья. DW установка деревянная. Самая последняя у меня модель. Я купил ударную установку за 20 тысяч долларов. Очень дорогая. Вот один малый барабан только один сейчас принес сюда. Здесь и микрофон внутри, они молодцы. Эта фирма очень дорогая. Это будет третий такой. И после этого, когда я уже буду играть на эту установку, электронную, Ямаха, в следующий период. И потом человечество приходит к тому, что у меня будут просто стоять 4 антенны. Это я сейчас в консерватории договорился с термимоксом Сергеем. Вот он прекрасно сейчас программу собрал. И уже как бы я буду не дотрагиваться ни до чего. Просто буду по воздуху играть и будет звучать. Все будет звучать. А вот теперь все-таки про твой халат, который сейчас на тебе. Вот как он выполнен? Это зекрея, Дима. Ну вот я хотел бы с тобой немножко пообщаться, как барабанщик. Потому что я знаю, ты сам тоже барабанщик. Разведка доложила. Вот давай, я думаю, сейчас мы почти так поиграем немного. Пообщаемся, как барабанщики. КОНЕЦ 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 Это совершенно неподготовлено. Мне нечего думать, что мы вот перед студией сидели бы репетируемо. Как это ты сделал двойки одной рукой? Да, это как бы мне тоже сейчас на интернет часто спрашивают, письма пишут. Покажите, расскажите, как это. Это я придумал. Я как бы в обод ударяю. И меня вот это вот. Это только один элемент из моего шоу. Фишек очень много, это все будет во время моего барабанового шоу.